Новости в субботу На официальной переправе большое ЧП Это такие беспечные люди, а другие страдают Как многотонная фура оказалась там, где им въезд запрещен, а разбиралась с Гульнаром Мениханова Кушать продано Прирост примерно процентов на 20-30 Как в новогодние праздники работали кафе и рестораны Казани и как на них сказались праздничные послабления, узнал Рамиль Шайдуля Православные калятки Как они проходят на острове Град-Цвияжск, расскажет Иван Сарафанов Спортивная суббота Сегодня на самом деле просто планировали покататься, но вот устраивалось такое мероприятие, решили почему бы не поучаствовать В парке Горького бегали, а на Левяжьем катались на лыжах А по всем по порядку, Тагир, Валиде В Татарстане выясняют обстоятельства происшествия на переправе в Нижникамском районе Там под лед провалилась многотонная фура Все произошло в 50 метрах от берега Трагедии удалось избежать Водители, пассажир смогли выбраться из кабины По предварительным данным ЧП произошло из-за нарушения правил выезда на лед Вес большегруза превышал допустимую норму в 10 раз Как этот факт объяснили в самой транспортной компании Кто должен был контролировать выезд техники на лед Гульнара Мениханова с места происшествия Это такие беспечные люди, а другие страдают Сейчас вот люди старались, намораживали Вот из-за таких сейчас люди не ездят Очевидцы говорят, такого еще не видели Полфуры под водой полынью с машины уже затянуло ледяной коркой ЧП произошло в 50 метрах от берега Вот она, та самая ледовая переправа в Мамадышском районе И сегодня о ней знает вся республика Ее открывали 28 декабря после освидетельствования ГИМС Переправа в 30 минутах езды от Нижнекамска Зимняя дорога была рассчитана на автомобили весом не более 3,5 тонн Вес утонувшего грузовика в 10 раз больше Произошел частичный провал под лед грузового автомобиля весом предварительно 35 тонн На место выехала оперативная группа местного пожароспасательного карнизона Ледовую переправу сразу закрыли Висят запрещающие знаки Никого мы не обнаружили и на контрольно-пропускном пункте Но смогли дозвониться до начальника переправы Он рассказал, водитель, выезжая на лед, якобы проигнорировал все запрещающие знаки Сам он вместе со вторым шофером сумел выбраться из кабины В 2 часа 56 минут меня оповестил, разбудив дорожный кофтовой рабочий, который находился на КПП номер 2 Мимо него пролетело, фура не останавливалась Минуя все знаки ограничений, проигнорировав все знаки И объехал 50-40 метров, стал проваливаться На месте водителя фуры мы не застали, по словам руководителя переправы, сразу после ЧП Шофер прошел метод свидетельствования у ГИБДД Он был трезв, большегруз принадлежит Красноярской транспортной компании Как отметил ее начальник, водитель сбился с пути По факту ЧП транспортная прокуратура начала проверку Сейчас у надзорных органов несколько вопросов, как функционировала переправа Как осуществлялся контроль выезда на лед 3 дня назад на той стороне фура стояла, ее не пустили просто сюда на лед А этот все, с этой стороны решил проскочить Со дня на день сюда прибудут эвакуаторы и представители собственника, которые будут извлекать большегруз из ледяного плена После чего уйдет некоторое время на восстановление переправы Пока назвать точную дату работы объездного пути представители не могут Гульнара Мениханова, Рамиль Галиулин, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск В набережных Челнах сегодня сгорел трамвай ЧП произошел на шестом маршруте у остановки Студенческая Как сообщается, в вагоне находились водители, кондуктор, машина следовала в депо Пострадавших нет, огонь потушили прибывшие на место пожарные Прокуратура Автограда сейчас ведет проверку Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства А также проверит соблюдение требований безопасности пассажирских перевозок и правил эксплуатации транспортных средств За первую неделю года в республике в ДТП скончались 16 человек Сразу шестеро погибли накануне в Вальметьевском районе В ГИБДД озвучили подробности аварии близ села Ильтеньбута Она унесла жизни четырех человек Выяснилось, погибшим было от 16 до 22 лет Двое пассажиров, жители Оренбургской области, остальные из Бугульмы По факту аварии возбуждено уголовное дело Еще два человека скончались в ДТП рядом с селом Абдрахманово Здесь столкнулись ВАЗ-13 модели и Митсубиси От полученных травм водители пассажира отечественной легковушки погибли на месте Напомним об ухудшении погоды Предупреждали в гидрометцентре Так из-за метели с 6 часов вечера Было ограничено движение междугородних автобусов Его восстановили сегодня в 6 утра Среди задержанных рейсов это рейс Казань-Уфа Не выехали вовремя 6 человек Также возобновились рейсы набежной Челны, Шали, Чуличи У меня дети ехали из Уфы в Казань ночным рейсом И остановился автобус, то есть где-то около 4 часов Они ждали, пока вот метель закончится В республике продолжается уборка дорог Только в Казани на борьбу с последствиями снегопада Сегодня вышли почти 500 рабочих и 370 единиц спецтехники Как отметили в гидрометцентре, в ближайшие дни осадков не ожидается Но предупредили о сильном ветре и тумане Предстоящие сутки, 9 января, в республике местами ожидаем слабый снег В отдельных районах ночные и утренние часы туман Температура воздуха в ночные часы понизится до 12-17 При прояснениях и в низких местах до 22 мороза Максимальная температура воздуха днем от 7 до 12 мороза На дорогах скользко Все массовые мероприятия и впредь должны проходить Со строгим соблюдением антиковидных требований Такое поручение сегодня дал Алексей Песошин Совещание прошло в Доме правительства Как отметил премьер, ситуация с коронавирусом стабилизировалась Но расслабляться рано Всю неделю ежедневно фиксировали около 90 новых случаев За минувшие сутки 94 В республике продолжается вакцинация Первым компонентом привиты 2 млн 293 тысячи человек Вторым 1 млн 862 тысячи Алексей Песошин напомнил Все ограничения в республике сохранятся и после праздников Массовые новогодние мероприятия в республике продолжаются Необходимо никакого ослабления быть не должно Их необходимо проводить в соблюдении всех профилактических и санитарных требований Использование масок, термометрии и фильтров перед мероприятиями Для персонала, артистов, аниматоров, волонтеров Обязательно наилечие QR-коды Ограничение по численности участников И соблюдение социальной дистанции Каждое мероприятие должно отдельно рассматриваться И быть согласовано с санитарными врачами на местах Рестораторы Татарстана подводят итоги новогодних праздников И констатируют, посетителей в эти дни стало больше на треть Это результаты послабления от оперативного штаба С 10 декабря и до 10 января заведением разрешили работать до часу ночи А в новогодний вечер до трех утра Как от этого решения оказались в плюсе рестораторы и клиенты Расскажет Рамиль Шайдулин Первая галерейная меридиана, меня зовут Александра, добрый день С самого утра в этом ресторане не прекращаются звонки Казанцы хотят успеть забронировать стол на праздничный обед или ужин До понедельника здесь работают до часа ночи Такое право общепиту в декабре дало правительство После того, как стало известно, что можно работать Пошел спрос Максимально свободные места, которые были разрешены, мы смогли посадить По требованию Роспотребнадзора, столы должны быть на расстоянии полутора метров друг от друга Узнав о том, что бой курантов можно встретить в ресторане, казанцы ринулись занимать столы До этого все заведения работали до 11 вечера Как потом показала касса, большинство казанцев пришло в ресторан в предновогодние дни и на Новый год Наверное, для того, чтобы посидеть в комфортных условиях и отведать изысканной еды Оно и понятно, именно в праздники многие хотят чего-нибудь особенного Например, настоящих грузинских хачапури, хинкали или кубдари В этом кафе их готовят по старинным рецептам Однако, несмотря на введенные послабления, здесь их не ощутили Заведение и так работает только до 10 вечера, а QR-коды никто не отменял К сожалению, вот с QR-кодами, прямо вот сразу вот скажу, что не 30, а 40, 45 процентов упала торговля Это связано, мне кажется, с тем, что у людей нет, наверное, дохода И потом, если нет денег, и к нам не придут Прирост примерно процентов на 20, на 30 был, благодаря послаблению Чего не скажешь об этом ресторане в центре города Ежедневно в новогодние праздники здесь зарабатывали от 120 до 150 тысяч рублей Очень много гостей было из других республик, туристов много было Даже было много иностранных граждан Мы рассчитывали на больший прирост Но, в принципе, и такой объем хороший Так, новогодние правила помогли ресторанам и почти не отразились на работе кафе на вынос Но и там, и там благодарны за помощь бизнесу Она продлится до 10 января, после возвращения к ковидным мерам Общепит сможет работать с 6 утра и до 11 вечера Рамиль Шайдулин, Олег Мыльников, ТНВ, Казань За минувшие праздники серьезных коммунальных аварий в Татарстане не произошло Об этом сегодня сообщил глава Минстроя Также Марат Айзатулин представил планы на этот год В Татарстане необходимо построить 2 миллиона 755 тысяч квадратных метров жилья Квартиры по льготным программам получат 700 семей Это дети-сироты, многодетные, молодые семьи и вынужденные переселенцы В этом году Минстрой будет участвовать в шести национальных проектах По ним возведут 90 крупных социальных объектов По программе «Наш двор» в предварительный перечень объектов благоустройства Вошли 1039 дворов На работы выделено 8 миллиардов рублей Ключевые цифры программы капитального ремонта на квартиры домов этого года В 2022 году в ней принимают участие 42 муниципальных образования Программа включена 769 на квартирных домах Общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров Почти на 2 миллиарда рублей аграрии продали продукции на сельхозярмарках Они завершили работу 25 декабря Итоги представил мэр Азебаров С сентября прошли 23 ярмарки Они работали на десятках площадок в городах и районах Товар реализовывался по сниженным ценам Как отметил министр, благодаря росту производства сельхозпродукции В республике одни из самых низких розничных цен в Поволжье В этом году для удержания цен планируют увеличить площади посевов овощей Так называемого борщевого набора В целях стабилизации цен Планируем в текущем году увеличить площади под этими культурами на 12% Для этого предусматриваем существенные меры государственной поддержки Все сельхозтовары, производящие картофель и овощи Получат по 25 тысяч рублей на гектар Хозяйство, увеличившее посевные площади на 10 и более процентов В сравнении с прошлым годом по очереди Субсидия в размере 40 тысяч рублей Казанцы могут подарить свои елки братьям нашим меньшим С понедельника в столице заработают специальные пункты Приема новогодних деревьев Откуда их отправят на корм козам Они очень любят хвойные ветви и кору А также елки смогут послужить в качестве теплой подстилки для животных Чтобы порадовать зверушек, достаточно положить праздничное дерево в специальный контейнер Не забыв при этом снять игрушки и мишуру Первый пункт приема откроется на улице Адели Кутуя Второй в торговом центре на проспекте Победы Любители подледной рыбалки в эти дни собрались в Нурлате Здесь прошел балык-фест Его проводят здесь уже второй год подряд В ландшафтном парке Кантурча Рыбаки, среди которых были представительницы прекрасного пола И даже дети, состязались в четырех номинациях Победитель этого года сумел поймать около шести килограммов рыбы Праздник любимого зимнего хобби увидел Тагир Валиди Участники балык-феста на скорость бурят лед Здесь одинаково важны физическая сила и сноровка Кажется, в Нурлате собрались настоящие профи Критерии демократичны Значит, участникам разрешается ловить в номинации бель на две удочки А в номинации хищник только на одну 49 человек у нас в номинации бель И только два человека у нас ловят хищника Мы воспитаем хороших, нормальных, адекватных рыболовок, не браконьеров Подлёдная рыбалка – страсть Гульнары Хисматулиной Она одна из четырех участниц конкурса Приездим на рыбалку В том году я заняла пятое место Вот в этом году тоже хотим Надеюсь, все получится Победитель прошлогоднего балык-феста Равиль Самигулин рыбачит с юных лет Его стаж более полувека Кто-то ловит, кто-то нет Кому как подвезет Сегодня, ну вот, ешь, пискарь Самое главное – участие Вместе с заядлыми рыбаками у лунок сидят и юные участники Алису и Инсафы сюда привели папы Чтобы наловить, порыбачить рыбу У меня папа рыбал, и я пришел порыбать Пока рыбаки соревновались, на сцене не утихала музыка Всех угощали шашлыком и ухой из только что пойманной рыбы Этот конкурс стал одним из брендов Нурлата Чтобы приезжали и из соседних районов, и из соседних регионов Сегодня призером стал Радик Галиев Его улов превысил 6 килограммов Он также стал вторым в соревнованиях по скоростному бурению лунок Конечно, кто не раз на победе Суть-то не учащает, когда участвуешь, не победа, а участие Победители в номинациях «Бель», «Хищник», «Женщина-рыбак» и «Юный рыболов» Получили ценные призы и дипломы Не менее весело было и в Альметьевске Здесь прошел ежегодный конкурс креативных саней Санки с пушкой, повозкой сказки и нефтекачалка, которая катает людей Участники съехались со всего Юго-Востока Пронестись по ледяной горке и отличиться креативностью Таковы были условия конкурса А самые интересные сани увидела и Филюзаха Медулина Мы добудем нефтегаз! Победи, попробуй нас! Вместо труб пружины и веревки, вместо ствола – дерево Это нефтекачалка-санка, которая приводится в движение с помощью редуктора и шуруповерта Ее смастерили нефтяники из Ознакаевского района С отцом решили, и такая идея возникла Создали станок-качалку, потому что у нас нефтяной край Добываем нефть, отец всю жизнь в нефтяной отрасли работал Везде ковидные меры Первый – это наш манекен, который говорит, ковид не пройдет Это пиратский корабль, где есть пушка и паруса Автор конструкции – Ильнур Хананов из Сарманова Он инвалид второй группы Пять лет назад в ДТП потерял ногу, но не пал духом Он активный участник многих спортивных соревнований И на фестиваль его команда приехала только за победой Участвую не первый год, станки усовершенствованы уже почти до официального Потому что каждый год проваляются, проваляются почти, почти, почти В этом году они стреляют, есть паруса И они теперь скоростные Командой Акет Бешмучинского ДК бывалый участник конкурса саней В этом году они представили сказочные санки Почему команда сказка? Потому что сказка – это чудеса Надо жить и верить в чудеса Тогда все образуется, все будет хорошо и отлично Джалиль Азнакаева «Октюба» на конкурсе не только альметьевцы, но и весь Юго-Восток Представить свою команду оригинально – один из критериев конкурса Очень красочно, особенно запомнились пираты, очень ярко Каждый год мы здесь приезжаем, мы с наберем Чулу, приезжаем сюда, вот с сыном И стараемся присутствовать, когда мы попадаем Сегодня удачно попали Спуститься по ледяной горке и доехать до финиша – это обязательное требование фестиваля На креативных санях это не так-то просто Мы уже третий год участвуем, нам все нравится, активно, позитивно Мы заряжаемся энергией Вот в этом году мы получили первое место Благозволительный фонд от нефти в этом году, в этот зимний период Проводит достаточно большое количество именно уличных, зимних и новогодних мероприятий И разумеется, большое количество жителей города и вообще Юго-Востока Татарстана выходит на улицы, собирается на улицы, чтобы порадовать друг друга позитивным настроением, подарить впечатление, эмоции, это очень круто В этом году конкурс прошел и в других городах Юго-Востока Приняли участие более 80 команд В Альметьевске победили Санки, Нефтекачалка и Акиат Их ждут на Санни-фест в Мамадыше 5 февраля Рождественские гуляния продолжаются на острове Граде Свияжск, второй день калидует Вместе с местными жителями в праздники участвовали сотни туристов Познакомились с традициями острова и фольклором Иван Сарафанов окунулся в атмосферу праздника Хороводы, зимние игры, чай и самовара Все это предшествует рождественским калядкам в Свияжске И стар и млад погружаются в атмосферу праздника Теперь пора прогуляться до соседей И попросить у них угощения Которые жители Свияжска приготовили специально для рождественских калядок В руках трещотки и звонкие бубенцы Так привлекают внимание жителей домов и оповещают Калидующие у двора Вот так с дубом дружной толпой на калядках ходят по домам В ярком костюме хозяин дома встречает гостей Ряженый требует угощения Он и не против раздать всем желающим сладости Не зря есть такая русская поговорка Гость на гость, хозяин на радость Ну и поскольку мы здесь как гостеприимные хозяева Встречаем наших гостей, наших туристов, посетителей Конечно, очень радостно, что люди гуляют Тем временем на главной площади острова кипит самовар И готовят плюшки с повидлом, которые так нравятся туристам И чай на местных травах пришелся всем по вкусу Вообще все замечательно Вчера Казань посмотрели, походили в храмы, посетили Сегодня здесь на калядках Просто отлично Настроение супер Очень вкусно Прям я вот эти пончики такие ела Наверное, только в детстве последний раз Вот, и поэтому я прям счастлива У меня очень хорошее настроение Традиционно калядки заканчиваются всеобщим чаепитием С набранными угощениями Ммм, вкусно Иван Сарафанов, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань Сразу на двух площадках Казани сегодня прошел спортивный праздник В парке Горького любители здорового образа жизни бегали на 5 километров А на озере Лебяжья 300 семей встали на лыжи Утром в субботу в Казанском парке Горького немноголюдно Здесь только самые преданные любители парк рана Это еженедельное спортивное движение любителей бега Впереди забег, а значит надо хорошенько разогреться В этом году мы сделали сообщество парк ран Это сообщество, которое в парке Горького Каждую субботу ровно в 9.00 проводят тренировки И вы можете присоединиться любой желающий Это совершенно бесплатно Здесь наравне с профи новички Вместе с подростками ветераны движения Главное – возможность приобщиться к спорту Как говорят специалисты, три раза в неделю По полчасика циклических упражнений Бег, плавание, ходьба, лыжи, велосипед и так далее На счету дизайнера Элина Нодар Свыше сотни таких забегов Вместе с ней борзая по кличке Мила Вот уж кто не откажется побегать в парке Ну я с охраной хожу Всегда под контролем Мой бег Это мой компаньон по моим тренировкам Я прихожу сюда каждую субботу в 9 утра Уже на протяжении... Короче, у меня уже 131 паркран Сегодня бегунам в парке Горького предстояло преодолеть трассу длиною в 5 километров Она изобилует поворотами, подъемами и спусками Но самое главное – прекрасными видами Не уступали виды и налебяжьим Здесь любители уже катались на лыжах Стараюсь каждые выходные кататься на лыжах То есть это просто хобби И как бы ради каких-то спортивных интересов А сегодня на самом деле просто планировали покататься Но вот устраивалось такое мероприятие И решили, почему бы не поучаствовать Некоторые пришли с семьями У Хабибулиных на лыжне уже третье поколение Каждые выходные мы стараемся с детьми провести на природе Катаемся на коньках, на лыжах, просто гуляем по лесу Сегодня вот покажем на такой праздник Мы очень рады, дети довольны, получили подарки И положительные эмоции Легкие, скользящие, новые, блестящие Отходящие, настоящие, замечательные лыжи Победителям вручили медали, а после всех угостили чаем Всего в празднике спорта приняли участие почти сотни любителей лыж Это не только возможность показать свои спортивные навыки Но и улучшить состояние здоровья после праздников Тагир Валиди, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань Подтянули любителей и нацелились на Олимпиаду Сегодня в Казани прошел турнир по волейболу на снегу Соревнования организовали игроки сборной России и команды «Динамо Татарстан» Участвовали 8 казанских команд Снежный волейбол сейчас набирает популярность в странах И в ближайшие годы может быть включен в олимпийскую программу Тяжело ли управляться с мячом? На морозе увидел Дмитрий Аренин Настройки в спорте, да? Да Простые перчатки, теплые бутсы и главное желание С таким арсеналом казанский айтишник Владислав Закиров Решил попробовать поиграть в волейбол на снегу Считаем, что мы очень успешно сыграли Хотя всем проиграли, но удовольствие получили Заставить соперника нервничать в нашем деле уже удовольствие На турнир по снежному волейболу собрались 8 команд Коллективы любителей возглавили профессионалы Из сборной России и команды «Динамо Татарстан» В прошлом году волейболисты республики стали чемпионами России И обладателями Кубка страны Снежный волейбол играют и пляжные волейболисты Да, просто чуть-чуть есть расхождение В плане, что снежный волейбол более классический То есть там нужна физическая мощь То есть ты должен быть подготовлен к этому же морозу Эмоции на площадке и за ее пределами Как говорят болельщики, наблюдая за игрой, забываешь о морозе Когда бьются именно на снегу, это выглядит зрелищно Особенно когда падение, борьба Смотреть очень зрелищно, особенно если есть горячий чай, кофе, супер У волейболистов республики большие планы В 2026 году снежный волейбол может войти в Олимпийские игры Он должен стать олимпийским феном спорта Сейчас его в Европейской ассоции приняли То есть уже можно получить мастера спорта Мы хотим, чтобы именно больше спортсменов занимались волейболом и снегу Приходили к нам на турниры и из-за этого будет происходить рост вообще в стране Сейчас в снежном волейболе сборная России одна из лучших в мире В будущем этот вид спорта может озолотить страну на самых престижных соревнованиях Уверены участники казанского турнира Дмитрий Аринин и Горроманов, ТНВ, Казань На творчество его вдохновляют сны В Иннополисе открылась выставка художника Тахира Ташева «Макрокосм. Озарение» Писать картину он начал после несчастного случая на работе Использует для этого необычную технику Рисует медицинским шприцем Галактику художника Ташева изучила Вероника Ганудинова У меня нет художественного образования Я не художник Я передаю лишь свои сны О космосе, о Вселенной, о времени Все, что приснится, Тахир Ташев переносит на полотно Его искусство – макрокосм То есть большой мир, Вселенная Это полеты галактики Мне показывают, что наш мир, он не единственный, он не совершенен Наш земной мир Есть более глубокие миры Тахир Ташев из Таджикистана В Казань переехал почти 30 лет назад Он работает сварщиком в ЖИКе В 2017-м получил производственную травму руки Для ее разработки сестра посоветовала начать рисовать Реабилитация переросла в настоящее творчество Уникальна и техника Он пишет картины акриловыми красками При помощи медицинского шприца После медицинских сестра, после обезболивающих У меня оставались шприцы Я стал писать шприцами И дальше, когда рука стала восстанавливаться Я стал писать уже кистью Поначалу он изображал животных и природу Теперь же в основе сюжетов картин – его сны Днем художник работает, по специальности ночами творит В его коллекции уже больше ста работ Мы очень рады, что у него пришло вдохновение Восхищает то, что очень много таких блестящих картин И это напоминает о том, что мы вот как такие блестяшки Очень малы в мире На мысль натыкаешься, что у тебя тоже такие сны бывают И вот каждый может что-то свое увидеть в этих картинах Работы яркие, потрясающие, затягивают взгляд Художник разрешает трогать свои картины Полотно общается со зрителем И отдает энергию, говорит Тахир Ташев Выставка в Иннополисе продлится до 19 января Вероника Гайнудинова, Чулпан Касимова, Марат Зайдулин, ТНВ, Иннополис Так заканчивается эта неделя Интернет-версию итогов прошедших шести дней Читайте на сайте газеты «Реальное время» Еще больше новостей в наших соцсетях Вконтакте и Инстаграм До встречи! Здравствуйте! После кратковременного потепления На ближайшие несколько дней В Татарстане установится вполне стабильная морозная погода По данным сервиса Яндекс.Погода В Бугольме, Бавлах, Азнакаево Облачно, но без осадков Ночью подморозит до минус 17 А днем 12 градусов ниже нуля Переменная облачность В Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге Местами небольшой снег, тут также минус 12 В Агрызе, Меделеевске, Актаныши Облачно и морозно Дневная температура около 14 градусов со знаком минус В Арске, Кукмаре, Балтаси Преимущественно без осадков Температура в пределах нормы Морозная погода установилась и в Болгаре, Држаном, Буинске Без существенных осадков В Чистополе, Вальметьевске, Мамадыши Небо затянет облаками Но пока осадки не прогнозируются Дневная температура минус 11 В понедельник температурный фон существенно не изменится Пройдет небольшой снег Федеральная сеть медицинских центров Доктор Ост Лечение самых сложных заболеваний Позвоночек и суставов Без боли и хирургического вмешательства За 12 лет в 10 городах России Врачами клиники отменено Более 70 тысяч операций Боль в коленях становится пыткой Поставили мне протез, а он не прижился Встать на ноги я не смогла В Доктор Ост пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции С помощью инъекций нового поколения Мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани И возвращать подвижность сустава От протезирования я отказалась Очень надеюсь вылечить оба колена И больше не вспоминать про боль никогда В Казани будет облачно, без осадков Ночью минус 14, а днем 10 градусов ниже нуля Ветер юго-восточный умеренный Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба Влажность воздуха 81% Магнитное поле Земли спокойное Начались православные святки Приуроченные к зимнему солнцестоянию Время добра и радости В это время принято ходить в гости Навещать старших родственников Дарить подарки Мы желаем тепла, уюта и любви Каждому дому До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова